Он работает, то вообще гаснет, вообще тухнет, да? То поднимается до того, что чуть ли не взрывается. Духалик Мархашимов говорит, что всей улицей живут как на пороховой бочке. Давление газа, поступающего в дома, постоянно изменяется. Поэтому периодически мужчина вынужден перекрывать поступление топлива в свой дом. В противном случае, опасается обдумалик Мархашимов, может произойти непоправимое. Газовики ежедневно, без предупреждения, ограничивают подачу газа. Я не знаю, как они смотрят за этим, я не знаю, я понять не могу. Там вот это вот все, должно вот летний-зимний период есть, есть такая система. Они могут это все отрубливать, но они хотят. Не предупреждают о предстоящих отключениях и жители нескольких улиц в районе Казбок-Алейторга. У нас улицам очень много детей. Газ отключают, 2-3 минуты отключают. Этого достаточно, чтобы детвора могли, да и взрослый может взорвать. Это же газ, не игрушки. Свои проблемы люди связывают с модернизацией газовых сетей. Говорят, до выноса счетчиков распределительной шкафы у них таких проблем не было. Очень хорошо горел. Мы платили даже по разнице в цене. Мы платили раньше 8 тысяч за отопление зиму, какая бы ни была. Сейчас 16, 17, 18 тысяч за газ. Мы сколько раз пришли, говорили, звонили, да, то, что пропускает газ. Вроде они приходят, что-то укрепляют, что-то делают, а все равно после них с такой идет газ все равно. Между тем, в управлении южноказахстанского филиала Кастрансгаз Аймак с жалобами жители не согласны. Специалисты уверяют, ситуация находится под контролем. Заместитель начальника предприятия пообещал лично проехать на улицу и все проверить. Если же в вашем доме возникли аналогичные проблемы, газовики просят сообщать в отдел ПТО по телефону 104 или 45 42 99.